добрый день друзья сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень простого но по моему очень необычного омлета омлет это французский называется он пуляр готовится он очень легко и принципе нам понадобится только яйца немного растительного масла немного перца немного соли и сковородка сковородку возьмем сегодня ту которую можно накрыть крышкой и я беру сковородку размером 24 сантиметра она как раз подойдет нам для порции на 4 яйца такой омлет можно разделить или на две порции кто например привык обе завтракать двумя яйцами или можно подать как одну порцию это очень выглядит красиво все давайте начнем готовить для начала разделяем яйца на белки и желтки я аккуратно разделила яйца на белки и желтки разделяйте аккуратно чтобы желток не попал в белок потому что нам нужно будет потом его взбивать и если попадет желток просто будет взбиваться очень плохо или может вообще не сбиться отставляем пока белок в сторонку берем желтки подсаливаем подсаливаем буквально так как вы солили бы яйца если бы делали обыкновенный омлет чуть-чуть может быть меньше потому что нужно учитывать что мы будем еще досаливать белки немножко всыпаем черного перчика это тоже на свой вкус и просто вилочкой их взбалтываем чтобы все соединилось все желтками разобрались теперь переходим к белкам белки мы будем взбивать миксером нужно взбить их до пышной белой устойчивой пены добавляем к белкам щепотку соли и взбиваем белки посуда для взбивания должна быть совершенно сухая и также не должно присутствовать никакого жира на стенках вашей миски и на венчиках миксера все взбиваем до пышной пены вот так я взбила белки эти переворачиваю чашку они даже не вываливаются они очень устойчивые и теперь переходим к плите ставим сковородку на небольшой огонь выливаем буквально чайную ложку растительного масла может быть чуть-чуть побольше смазываем нашу сковородку кто хочет может использовать и сливочное масло я делаю на растительном огонь делаем небольшой берем наши желтки и вливаем их на сковородку разравниваем как бы так как мы делали бы блинчик тонкий наши желтки растут по всей сковородке огонь не должен быть большой блинчик не должен сильно поджариться он должен только немножко схватить яичный блин немножко немножко подождем я даже специально не буду выключать камеру это буквально несколько может быть минутка полторы может быть даже меньше даем ему схватиться сверху чтобы он не был бы жидкий можем помочь немножко лопаточкой огонь как я говорила не должен быть очень большой все наш наши желтки схватились и теперь берем наш омлет и аккуратно выкладывать то есть омлет взбитые белки и аккуратно выкладываем на нашу на наши желтки и также аккуратно и его распределяем по нашему блинчику делаем такой более менее равномерный слой чтобы везде был бы примерно примерно одинаковой толщины огонь не добавляйте все распределили и теперь накрываем крышкой и оставляем на 3-4 минуты пока наш белок не схватится огонь не добавляем держим на очень маленьком огне у меня прошло 3 минуты открываем крышку проверяем если омлет уже то есть белок не липнет к рукам то он готов у меня он еще немножко липнет я оставляю еще на полминутки у меня прошло еще полминутки омлет готов и теперь аккуратно выкладываем наш омлет на тарелочку если нужно где-то отделяем аккуратно от краешков сковородки там где он прижарился и с помощью лопатки помогаю аккуратно выкладываем на тарелку чтобы его не сломать выложили омлет разрезаем его пополам и складываем его один на другой вот такой пышный омлет у нас получился и теперь мы его декорируем чтобы красиво подать на завтрак вот такой аппетитный омлет у нас сегодня получился если учитывать что здесь всего 4 яйца он выглядит просто огромным но он очень очень легкий там практически нет ни грамма жиров это чистые яйца но выглядит очень по моему оригинально и довольно таки красиво ну вот будет приятно узнать ваше мнение и так же делитесь со своими друзьями пускай они тоже приходят ко мне на кухню тоже подписываются будем готовить вместе все приятного аппетита и до свидания ну Субтитры создавал DimaTorzok